Домашние питомцы Ну, здесь, в принципе, все зависит от хозяина Какой он выберет путь кормления Насколько у него вкусная еда Да, как бы в этом смысле верно сказали Ну, вот, например, мы берем котенка Мы его сажаем сразу на сухой корм Или вот поехали далеко, взяли с собой сухого корма Накормили, а дома живем, даем, не знаю, то, что едим сами Можно кормить и тем, и другим А собакам? То же самое здесь Можно кормить и натуральной пищей То есть ту, которая повседневно входит в наш рацион Не важно Можно кормить специализированные кормами Но смешивать их в одной посуде нежелательно Как некоторые делают Вот мы поставим борщик Бабушке, да, у нас И присыпем чуть-чуть кормом Ну, да, он что-то разбухает Такое дело нельзя Не то, что разбухает Дело в том, что в этих кормах То есть специализированный корм для животных Он уже сбалансирован Если мы добавляем к нему натуральную пищу То это может губительно сказаться на здоровье животных в дальнейшем А если мы на завтрак даем сухой корм А на обед наливаем борщик Будут ли какие-то проблемы? Проблем не будет То есть смешивать корма можно А если у меня и кошка, и собака есть И в какой-то момент перепутались корма Это как-то губительно влияет? Если кошка съест собачий корм? Очень губительно Это вообще недопустимо А разве не одно и то же в консервах у кошек и в консервах у собак? Консервы вообще это такой вид корма Который не является повседневной пищей для животного Это может быть в виде лакомства То есть это большой праздник На Новый год Он не должен входить в повседневный рацион В повседневный рацион может стоять сухие корма Есть, конечно же, паштеты различного рода, которые мы подкормим Вот желированные корма в повседневном рационе Ну, они достаточно дороги, да А вот сухой корм? Сухой корм, он единственный корм, который может быть повседневным Но, опять же, тут стоит вопрос выбора Кормов, как вы понимаете, сейчас очень много Соответственно, они делятся на три огромных класса И здесь нужно выбрать один из классов и один из видов Опять же, потому что в каждом классе есть свой вид корма То есть, который подойдет индивидуально одному животному Опять же, если собачий корм скармливать кошкам То? То здесь будет проблема со здоровьем у кошек Потому что собачий корм менее... То есть, по составу там меньше входит белков, жиров, углеводов, да И в кошачьем собачьем точно так же В кошачьем наоборот, намного больше белковых добавок То есть, собаки выигрывают в этом батле? Да, дело в том, что у собак помимо корма в рационе должно быть мясо А вот есть такое мнение, что сырое мясо – это самая лучшая еда для собак Ну, вообще да, это довольно неплохой вид пищи для собак, так как это хищное животное То есть, по идее, если подумать, как дикие собаки, когда бегали где-то, да, то что они могли есть? Не могли есть то, что поймают? Мышь, зайца, там, не знаю, кого еще Совершенно верно, они едят сырое мясо Что категорически нельзя давать животным? Категорически для них опасно, для любых Не будь то кошка, будь то собака Во-первых, это жирная пища Жирная пища, она губительно влияет на пищеварение Второе, это всевозможные, как на праздник выезжают люди, шашлыки, да, там пожарили Собачка захотела, дадим кусочек Это категорически запрещено делать Да вы что? А собаки этого не знают Дело в том, что собаки этого не знают Собачки едят все подряд Дело в том, что именно в этих продуктах идет огромное содержание То есть приправ различного рода Да, там усилители, соли Самое опасное, это то, что оно пожарено Для собак и котов, вообще для животных Это использовать в виде пищи недопустимо Ну вот Саша еще спрашивал про шоколад Собаки это такие попрошайки, они же тебя выпросят этот кусочек шоколада Это просто, ну, разве что лапы не протянут Это да, но этого тоже нельзя Тоже ни в коем случае Это может являться сильнейшим аллергеном в жизни вашего живот, питомца Это правда, что собакам необходимо грызть кости, потому что они таким образом чистят зубы? Насчет чистят зубы, это спорный вопрос А вот на то, что, насчет того, что они укрепляют зубы и десну, да А кошки? Это 100% А я думала, что кости стачивают зубы у собак Они не столько стачивают, сколько они идут укреплением То есть то, что собака грызя кость немножко подтачивает, возможно, она и есть Никто этого еще не доказал Но в том, что идет укрепление именно зубов, самих зубов А вот какие косточки можно давать? Ну, смотрите, опять же, кость кости рознь, как говорится То есть если мы дадим рыбную кость, она хорошего ничего не принесет Нет, про это мы даже не говорим Свиную кость, то же самое, хорошего не принесет Из костей это лучшее, самое лучшее, что есть, это говяжьи крупные кости То есть это, как называют в народе, маслы, да А, то есть мозговая косточка Не мозговая Ну да, в принципе, мозговая не косточка Мозговая это себе оставляет А именно кости, то есть будь то бедренная кость, плечевая кость Вот именно из крупных, которые не смогут разгрызть Эти косточки Разгрызть, проглотить Да, они должны быть постоянно у животного Скажите, а нужно ли вообще чистить животным зубы? Или человеческие привычки не переносим? Нет, обязательно Чистка зубов, она должна быть А ведь в природе собака и кошка не могут сами себе почистить зубы? Сами нет Желудок могут, а вот зубы почти, к сожалению, не могут Ну а как они в природе справляются? В природе, вот грызя опять же те же палки, ветки, да, различного рода То есть мы видим животные кости В некотором роде кость как бы сама по себе Она очистить не может, но предотвратить образование того же зубного камня Она может Вот есть такой миф, что чем собака крупнее, тем она дольше живет Это правда? Это не неправдивый миф Ну здесь нет Или нет связи между этим? Вес собаки А мне казалось, что маленькие даже собачки Тут все зависит, нет этого То есть это все зависит от содержания животного, от кормления, от правильного ухода за вашим питомцем Больше жизнь животных зависит от этого То есть в принципе продолжительность жизни у всех пород там среднего одинаковых Ну и соответственно генетика тоже многое значит Вы знаете, моя бабушка говорила всегда, что когда готовишь собаке еду, то надо подсаливать А потом я где-то вычитала, что оказывается вообще не нужно добавлять соль в собачью еду Все верно, вы слышали, соль как бы в еду животным добавлять не рекомендуется То есть вот прям вообще ни капельки? Нет Дело в том, что соль, во-первых, на кишечник влияет негативно Во-вторых, в некоторых случаях у кошек, у котов, это чаще у котов, да Фосфор, вот мы даем, да, там богатый, то есть корма богатый вот фосфором, солями Они провоцируют так называемую мочекаменную болезнь, как он их называется Которая является для них смертельной То есть вот именно соль нежелательна в рацион животного Если мы как люди можем, то животное это не примет А вот подсолнечное маслечко добавить в кашку, как нет? А чтобы шкурка блестела? Ну, это все опять же Лучше на шкурку добавить Это все моя бабушка Да, это все опять же, шкурка от масла блестеть не будет Не будет? Шкурка будет блестеть именно от того, как вы сбалансируете эмурцион То есть витамины, минеральные добавочки, да, вот от этого шкурка будет блестеть, как говорится Ну, разбираем еще один миф Правда, что слюна животного обладает такими бактериологическими свойствами? О, я помню, в детстве точно дашь щенку полизать ранку, и она заживет быстрее Вот в этом, да, в этом слюна животного, она обладает бактерицидным действием Она разрушает именно стенки бактерий, тем самым убивая их Это правдивый миф, то есть это, можно сказать, даже не миф Лизать ранку даем только своему животному или уличному тоже можно? Ну, не советую бы давать вообще лизать ранку животному, потому что неизвестно с тем, что она лечебная Сколько может быть еще микробов в ней То есть лучше, конечно, обработать медицинскими проверенными препаратами Говорят, что метисы, дворняшки, вот у них здоровье гораздо крепче, чем у породистых собак, правда ли это? Ну, опять же, в некотором случае, да Потому что у них идет, как бы, естественный иммунитет Это животное, которое от природы, да, то есть, по мне было вмешательство человека Есть в наше время сейчас много породистых довольно элитных животных, да Которые по иммунитету, они именно слабые животные То есть иммунная система у них немножко хромает То есть это как кошки-сфинксы, которые без человека не выживут Да, есть такие же А нужно ли таким вот дворняшкам или вот метисам делать прививки, которые мы делаем породистым животным? Вакцинация, независимо от этого, дворняшка, то есть метис, породистый Вакцинация должна быть у всех В первую очередь, это биологическое вещество, которое мы вводим для того, чтобы создался, то есть выработался у животного стойкий иммунитет То есть чтобы организм животного выработал антитела на тот или иной вирус, да, который у нас опасен для их жизнедеятельности Поэтому вакцинация должна быть у каждого животного Не будь то дворняга И даже независимо, если она сидит все время в дворе Я не знаю, бывают собаки на привязи или в вольере Они никуда не ходят, они бывают только дома Все равно вакцинируем? Обязательно, потому что вот этот миф о том, что животное всегда, мое животное 10 лет сидит дома Ничем не болеет, то есть откуда, вернее, она может подхватить Дела, да? Да, она на улицу не входит Здесь не обязательно выходить на улицу В первую очередь человек, то есть хозяин для своего питомца, он переносчик Это в первую очередь То есть различного рода кожных заболеваний, вирусных заболеваний Второе, мы же все проветриваем свои дома, квартиры, да? Опять же, в каждой есть балконы, можно сказать Животное достаточно просто проветриться немножко, и вирус попал В частности, в большей степени хозяин является переносчиком Обувь, да? Обувь, в которой мы ходим на улице Обувь, вещи, руки Мы на себя не чувствуем, но животному мы приносим много интересных вещей Очень много интересной и полезной информации Скажите, а можно ли животным тыквенные семечки? Ну, здесь спорный вопрос, как будут тыквенные семечки Ну, чищенные Без разницы, такого им вообще нежелательно давать И семечек тыквенные, они будут подсолнечные Нежелательно этого делать Понятно, почему я спросила? Потому что прямо сейчас у нас будет сюжет про тыквенные семечки Давайте узнаем, чем они полезны для человека Напоминаю, в нашей студии ветеринар Яков Куркубет Мы узнали, чем, как и когда нужно кормить домашних животных Чтобы им это было полезно Ну, кстати, у вас есть домашний питомец? Да, и не один Сколько? А вот расскажите о них Сколько? Десять кошек? Нет, две, слово Две кошки, две собачки А, и две собаки, а какая порода? Одна метис, вторая ягдерер Как они между собой все ладят? Ягдерер А кошки ланцев А как они ладят между собой? Кошки с собаками? Да Никак То есть не пересекаются? Нет, они не пересекаются Потому что даже если они пересекаются С другом они не ладят А что умеет ваш ягдерер? Гонять чужих животных хорошо умеет То есть чужих котов Да Двор чистый, идеально Ну вот немного прямо сейчас поиграем А заодно узнаем интересные факты О животных прямо сейчас рубрика Четыре лапы и хвост Вопросы легкие И первый вопрос такой Разминочный Итак Имя самого известного в Советском Союзе Ветеринара Павлов Это вы прям по-научному А если подумать Айболит? Да Айболит, да Совершенно верно А теперь будут вопросы И на них мы дадим варианты ответов Вам нужно выбрать правильно Итак, почему белка лучший садовник? Потому что она много роет землю И тем самым перекапывает сад Потому что она забывает часто Где собственно спрятала свои запасы Или потому что белка в саду Это просто красиво Ну, в некотором роде белка у нас Она живет на деревьях Тем самым убирая из деревьев Весь негатив, можно сказать О, еще и вот так Паразита, норка шью находится То есть домик в самом дереве Ну да, в дупле Соответственно, при белке Никто другой там не поселится Белка йогой занимается И убирает негатив И можно в некоторых случаях сказать Что это разносчик семян Вот То есть какой ответ вы выбираете? Потому что она много роет землю? Потому что она забывает Где спрятала свои запасы? Прячет запасы Оставляя их на местах Соответственно, оттуда потом Растут новые деревья Да, 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 правильно Следующий вопрос Итак, какая собака единственная, которая не лает? Это басенджи, это блатхаунд или басетхаунд? Сложный вопрос, конечно, даже для вечериного С какими из этих пород вы сталкивались? Ну, с этих пород у нас их тут немного в Приднестровье Как бы таких пород У меня был басетхаунд И я знаю точно, что он лает Потому что это охотник Ну, охотники они все, они только лают Еще и кусают Есть блатхаунд, ну это тоже как бы охотник И басенджи И есть басенджи Ну, вот мне кажется больше, что даже из того же охотника Басенджи, вот он мне больше кажется, что он не лает Не лает? Да В этот раз вы ошиблись, потому что басенджи Это африканская Не лающая собака Не лающая собака Представляете? Для нас это тоже было откровение Итак, почему бегемоты рожают под водой? Оказывается, это так Потому что малыши прирожденные пловцы Потому что бегемоты родственники китов Или чтобы защитить детей от падения Вот третий вариант, это точно Да Да, действительно, когда такой большой комочек Рухнет на землю, наверное Да, там они рождаются с хорошим весом Даже маленькие Но жирафы как-то не щадят И рожают-то они все стоя Да, жирафам надо познакомиться с бегемотом Далее Итак, сколько лампочек способен зажечь электрический угарь длиной 20 метров? 2, 10 или 12? Ну это чистое угадывание Да, а сколько он передает только? Ну достаточно, чтобы зажечь еще одна из этого количества Это такая маленькая подсказка Много только 2, 10 или 12? Ну я думаю, что 12 он визуально 12, да, представляете, 12 это целая гирлянда для Нового года Мне кажется, здорово такого дома держать Итак, может ли крокодил высовывать язык? Да, нет Может, если разозлить Вообще ни разу не видел, что крокодил высовывал язык И это правильный ответ, потому что у крокодила язык прикреплен к нижней челюсти Да, это правильно Есть еще вопросы? Еще, да, есть вопросы Жужжание мух определили как ноту В какой же ноте мухи жужжат? Это нота до, это нота ми или нота фа? Подсказку музыканта можно использовать? Никто этого не знает Если подсказку, это не нота ре точно Ну понятно, она последняя может быть И не нота до В общем, это нота фа На самом деле, оказывается, мухи жужжат в ноте фа Можно оркестр сделать из мух? Проверить Вряд ли, они все будут жужжать в одной ноте Это будет унисон Ну, это будет как один инструмент И все, не больше Можно взять еще пчелый ос Спасибо огромное за то, что были с нами Мы желаем здоровья вашим пациентам И желаем только хорошего настроения И вам спасибо А мы едем дальше К декаде молодежи и студентов В Приднестровском художественном музее Организовали музейный инсайт Это экскурсии, фотозоны, выставки Целый такой вот интересный блок Подробности у Татьяны Ивашенко Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова